Спасибо. Вопреки тому, что даже вышли за регламент, что уделили время проблематике работы с внутренним клиентом. Это правда очень ценная ресурсная история, потому что везде кадры решают все. То есть говоря о совершенствовании системы налогового администрирования, о клиентоцентричном госуправлении, естественно, любые изменения начинаются с нас с вами. То есть если мы не будем заниматься нашими кадрами, не будем стимулировать, изучать их потребности и запросы, говорить о каких-то внешних контурных изменениях невозможно, потому что культура любого органа власти, в нашем с вами случае налогового органа, она формируется, носителем культуры является человек, сотрудник. Поэтому, конечно же, важно и нужно изучать, работать с обратной связью и совершенствовать в том числе не только внешние сервисы. Клиенты, человекоцентричность, она и про наши внутренние ресурсы, наши инструменты, с которыми работают наши инспекторы. И Кемран полностью с вами тоже согласна. Мы также изучаем удовлетворенность сотрудников. И запредельная зашкаливающая история про удовлетворенность рабочими процессами, к сожалению, как раз-таки у сотрудников, кто работает с гражданами, с налогоплательщиком, потому что это, правда, большая стрессовая история. И здесь важно, чтобы наши сотрудники, уходя домой, завершая рабочий день, не уносили вот тот флёр негатив, потому что, ну, не всегда бывают, скажем так, удачными встречи. И люди, как правило, в наших, например, оперзалах, это молодые ребята, девчата, то есть они ещё эмоционально где-то не совсем стабильны и не могут отделять личное от публичного. Здесь вот нужно действительно учить сотрудников работать со стрессом, вести переговоры в экстремальных ситуациях. Это касается в том числе и контрольного блока, да, в рамках выездных налоговых проверок. Это, правда, большой плацдарм, которым стоит и нужно заниматься. И чтобы, скажем так, быть в графике, вот очень интересно услышать, Сююн, вас, Государственную налоговую инспекцию при Министерстве финансов Республики Кыргызстан. Расскажите, пожалуйста, как вы подступились к теме клиентоцентричного налогового администрирования? Что делаете, где сейчас находитесь? Здравствуйте, уважаемые участники, эксперты данного заседания. Мне в первую очередь хочется выразить огромную благодарность организаторам данного мероприятия, что представили возможность очной встречи нашей рабочей группе на площадке Международного выставочного центра Казани-Экспо. В своей презентации я хочу рассказать об опыте Кыргызской Республики в сфере внедрения принципов клиентоцентричности в налоговом администрировании. Для создания благоприятных условий налогоплательщикам у нас в 53 территориальных налоговых органах функционируют единые окна. Имеются три сервисные центра. Есть центр обслуживания предпринимателей, который я чуть позже более подробно остановлюсь. С июня месяца 2024 года у нас прекращается вид деятельности на торговле по патентной деятельности. В связи с этим у нас количественно уменьшилось пункты выдачи патентов. На сегодня у нас их шесть, которые расположены у нас непосредственно на рынках и торговых центрах. Кроме этого, у нас в 16 крупных рынках и мини-рынках работают налоговые консультанты. Как раз-таки оказывают консультационную помощь по работе с новым режимом. Это упрощенный режим на основе налога, единого налога. Помогают по работе с контрольно-кассовыми машинами, электронными счет-фактурами, электронно-товарно-транспортно-накладными, сдачей налоговых отчетов и других услуг. Упрощенный режим, чуть-чуть я остановлюсь, как раз-таки у нас до этого был опрос насчет справедливости. Должен ли он, плачевщик, оплачивать согласно своему обороту ставки. Как раз-таки у нас данный режим предусмотрен по этой схеме. Например, у нас имеется ставка 0%. Если у тебя оборот не превышает 15 миллионов сомов, освободили от всех налогов, кроме страховых взносов, есть ряд требований. Если оборот не превышает 30 миллионов сомов, 0,5%. И так далее у нас есть вот такие ставки. Ставки единого налога начинаются от 0 до 8% в зависимости от вида деятельности. Большинство налоговых услуг у нас оказывается через единые окна. Позвольте перечислить, какие именно услуги у нас оказываются в единых окнах. Это регистрация, самое первое, за чем приходит к нам налогоплательщик. Передегистрация тоже. Прием заявлений и выдачи решения тоже осуществляется через единые окна. Выдача всех видов справок осуществляется также. Доступ к информационным системам налоговой службы тоже у нас через единые окна. Оформление электронного патента и страхового полиса тоже через единые окна. Прием расчетов ЕНД от физических лиц в бумажном виде на сегодня у нас через единые окна. Индивидуальные предприниматели и юридические лица в обязательном порядке представляют в электронном виде. Также необходимо отметить, что выдача облачной электронной подписи также осуществляется через единое окно. Если ранее налогоплательщик за получением подписи обращался в специальные центры и данная услуга оказывалась на платной основе, на сегодняшний день налоговая выдает бесплатно электронную подпись. Немаловажным является также предоставление консультаций и разъяснение по интересующим вопросам налогоплательщиков. Реформа единого окна. Это зона самообслуживания, электронная очередь, универсальность сотрудников и контроль качества обслуживания. Создание единых окон у нас началось с 2012 года, как вы видите. Они были стандартные, они были ограждены, были высокими, где налогоплательщик у нас обслуживался стоя. На сегодняшний день у нас пошла модернизация, где у нас здесь стало все открыто, доступно. Высоту, естественно, мы снизили, чтобы налогоплательщику было удобно, и мы его обслуживаем, он сидя, получается, обслуживается. Кроме этого, у нас есть электронная очередь установленная, есть зона самообслуживания непосредственно в едином окне, где установлен компьютер с принтером. Подключенный к интернету налогоплательщик может воспользоваться своим личным кабинетом, внести изменения, подать заявление на получение справки и другие услуги. Может воспользоваться. В целях перехода к линейцентричности мы перешли на принцип универсальных сотрудников. Это получается без разделения окошек. Если ранее у нас в одном окошке обслуживали только физлиц, в другом окошке только юридических лиц, а в третьем окно выдавался патент, то на сегодняшний день один сотрудник обслуживает и оказывает все виды услуг. Для этого плательщику необходимо просто взять талон, подойти к соответствующему окну, где ему предоставят и все виды услуг, за которыми он обратился. Повышение уровня оказания услуг не может проводиться без контроля качества обслуживания. Для этого мы запустили возможность оценить качество обслуживания по QR-коду. Налогоплательщик, отсканировав QR-код через мобильное приложение, может поставить оценку, положительную, также отрицательную. В случае оставления низких оценок мы выходим на связь с данным налогоплательщиком для получения более подробной информации и для принятия соответствующих мер. То, что в начале, в первом слайде было рассказано, у нас в 2021 году открылся Центр обслуживания предпринимателей, где обслуживают плачевщиков города Бишкек. Здесь также созданы все условия благоприятные для налогоплательщиков. То же самое, зал ожидания, электронную очередь, конференц-зал. Плюс данного центра, то, что в данном центре, кроме ГНС, оказывают услуги 10 государственных и негосударственных организаций и коммерческие банки. Это такие, как таможенная служба, Министерство юстиции, Департамент драгметаллов, Департамент водного транспорта, Госфинансор и другие госутверждения. Аналогичный центр у нас был открыт в городе Ож в 2023 году. Здесь обслуживают налогоплательщиков в 8 районах Ожской области. Здесь также созданы все условия. Кроме налоговой службы оказывают 5 государственных и негосударственных учреждений и коммерческие банки, которые кроме приема платежей предоставляют кредитные услуги. В рамках повышения удобства пользования налоговыми услугами все услуги, которые оказываются у нас в единых окнах, они реализованы через личный кабинет налогоплательщика. Здесь предусмотрено много возможностей. Чуть коротко остановлюсь. Это онлайн регистрация ИП. Для этого нет необходимости посещать территориальный налоговый орган. Можно подать заявление онлайн и можно пройти регистрацию в качестве физического лица или индивидуального предпринимателя. Идентификация у нас проходит через систему идентификации, облачную подпись. Представления всех видов отчетов, расчетов и индии также предусмотрены. Получение продления электронного патента, получение всех видов справок. Можно также получить информацию о движевом и недвижимом имуществе. Это стало возможным путем интеграции с госорганизациями, которые занимаются регистрацией имущества. Также предусмотрена возможность уплаты налогов по всем налогам, также по страховым взносам. Оплата производится по QR-коду или же по коду оплаты. Следующий слайд также предусматривает возможность личного кабинета. Можно воспользоваться кабинетом через обычный логин и пароль, через электронную цифровую подпись, через облачную электронную подпись тоже можно воспользоваться. Можно информацию узнать об отсутствии или наличии налоговой задолженности. Можно получить информацию о налоговом режиме контрагента. Можно также поступать уведомления по срокам уплаты и представления отчетов и уплаты налогов за три дня до окончания сроков. Можно получить информацию о акт сверки, составе взаменных расчетов. Можно выверку расчетов также составить. Есть электронный калькулятор по расчету налога на имущество. Также через поиск можно получить информацию о патенте, об акцизных марках, о справках и так далее. Также у нас предусмотрено мобильное приложение кабинета налогоплательщика. Первым этапом, как вы видите на слайде, реализованы вот эти услуги. Поэтапно будет он дорабатываться и вносится изменения. Информационная поддержка. У меня уже время оказывается. Во всех социальных сетях есть у нас группы. Оперативное реагирование. В каждом районе есть ответственные сотрудники, которые оказывают консультационные услуги. У нас есть колл-центр, есть техподдержка, доступны все сотовые телефоны ответственных сотрудников. Чуть коротко. Основные проекты цифровизации налоговых реформ. Это получается электронный счет фактура свыше 96 тысяч пользователей. Электронно-таварно-транспортная накладная тоже здесь зарегистрирована свыше 144 тысяч пользователей. Информационная система контрольно-кассовая машина здесь производится также в минуту свыше 700 транзакций. Дополнительно тоже то, что рассказала онлайн-регистрация, мобильное приложение и онлайн-принятижи. Здесь, как вы видите, положительный запуск компонентов фискализации на налоговое поступление. Если ранее, в 2021 году у нас поступление составило 144,1 миллиард сом, то в 2023 году поступление составило 249,4 миллиард сом. Требуй чек. Недавно у нас акция закончилась. Государство у нас впервые в истории, где агитировали граждан на требования чека при получении услуг. И необходимо было отсканировать данный чек. На каждый тысячу сом предоставлялся один билет, и согласно которому было разыграно 2376 ценных призов. Это из самых ценных 10 квартир, 20 электромобилей, путевки за границу, там тысячи айфонов, смартфонов. То, что это было масштабно со стороны государства. Были фен марки Dyson и другие ценные призы получаются. Проекты на 2024-2025 год. Кэшбэк. Это получается продолжение акции «Выиграй чек», «Требуй чек», «Выиграй приз». Здесь также агитируем граждан на требовать чеки, и у него будет возможность, как мы знаем, уже возвращать сумму налога. Тайный налогоплательщик тоже у нас мы планируем запустить. Это в случае выявления фактов нарушения или несоответствия регламенту, налогоплательщик будет с помощью аудио-видео устройств это нам передавать налоговой службе. Подача налоговых отчетностей через сторонние организации. Автозаполнение отчетов согласно данным информационных систем. И же интеграция с бухгалтерскими системами. Это все у нас запланировано на второе полугодие. И по результатам сегодняшнего мероприятия, очень надеюсь, что у нас список наших проектов увеличится путем обмена опытом, информацией с представителями рабочей группы. Как я уже увидела, у нас оказывается будущие наши два проекта уже реализованы в Республике Узбекистан. Поэтому надеемся поделитьесь опытом также с другими странами. Спасибо всем за внимание. Сиюн, спасибо большое. Правда, очень интересно. Можно вот краткий просто вопрос. Вот эта вот акция, там, потребуй чек, выиграй гипотетически квартиру, она шла при финансировании президента Крымской спортики? Да, государственной бюджетной. То есть это инициативная история президента. Да, да. Да, очень интересно. Я просто на цифрах не остановилась. Надеюсь, вы уже увидели, насколько было активно, какую сумму это было реализовано. Из-за того, что было из госбюджета выделены деньги, мы сейчас пока в этом году закончили. И со второго полугодия начинаем новый проект. Это кэшбэк. То же самое получается. Спасибо. Ну и, собственно говоря, действительно благодарна за то, что вы уделили внимание.